Даже при минимальной ставке с «Алимбет» ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок, больше бонусов. Бонус-клуб «Алимбет». «Алимбет» – максимум от игры. Очень сложный для нас матч получился. Мы понимали прекрасно, что много борьбы будет, единоборж, такая жесткая мужская борьба. Естественно, мы недовольны, что мы сыграли в ничью, но глобальных претензий я футболистам не смог предъявить. Я поблагодарил за старания, за желания. Они сделали все, что могли. На данный момент это наш уровень. Мы не смогли, которые моменты у нас были, немноготичные моменты, к сожалению, но мы не смогли их реализовать. Во втором тайме, по большому счету, мы должны были закрыть этот матч. Но здесь не надо недооценивать ни в коем случае силу соперник, потому что «Химки» большую ротацию провели, взяли квалифицированных футболистов. Ничья, наверное, справедливый итог матча. Естественно, очень благодарна команде. Я лично болельщикам, потому что в пятницу вечером люди пришли и очень круто нас поддерживали. Огромное им спасибо за это. Микрофон? Кому? Можно убить микрофон. Чего не хватило? Чего не хватило? Фарта, удачи, может быть, поле неподходящее было? Точно не поле, потому что здесь благодарность работникам стадиона, людям, которые готовили поле для этого времени года. Мы понимаем, что они проделали колоссальную работу, поле было нормального качества, на нем можно было играть в футбол. Не хватило нам мастерства, потому что навряд ли это удача. Мы знали, как нам атаковать. Было много доставки с флангов. Были проникающие передачи за спину. Естественно, мы корректировали свои действия в атаке. С учетом двух нападающих наших, которые хорошо играют на втором этаже. Я же повторяю, в втором тайме был момент, когда Магаль прокатил мяч по вратарской, без сопротивления. После этого в самом конце Апаев головой бил моменты. До этого Квики Скерри мог попадать с дальней дистанции. Момент, когда Акбашев с Васей Чаровым скрыли полуфланг. Вася наносил удар. То есть полмомента мы собрали. Не хватило реализации. Наверное, это наше мастерство пока. Следующий вопрос. Добрый вечер. Это Ваша первая самостоятельная предсезонка. Как Вы оцениваете физическое состояние команды? Она сейчас готова, она прибавит? Как Вы планировали? И когда мы увидим команду готовую физически на 100%? Вы знаете, достаточно квалифицированно. Ребята работали на сборах. Мы выполнили большой объем работы. Естественно, на сегодняшний момент мы не все, к сожалению, подошли в оптимальном состоянии. Потому что были болезни, были микроповреждения. И ряд игроков сегодня как раз-таки по этой причине и пропускали матч. Наш состояние, естественно, будет улучшаться. Здесь даже больше вопрос. Все-таки ритм игры нужно поймать. Немного поиграть. Потому что спарринги на сборах – это одна ситуация. Все-таки чемпионат – это другой. Поэтому наше состояние, если так глобально, физическое, оно на уровне, оно хорошее. И, в принципе, психологически мы себя нормально чувствуем. Я думаю, что в ближайших матчах мы сможем все это продемонстрировать. И коротко можно оценить действия двух новичков, которые сегодня один вышел с носа, оставить второй на замену. Насколько они уже готовы играть в тот футбол, который играет в Факе? Ну, естественно, ребятам нужно время на адаптацию. Мы понимаем, что у Брахими было повреждение. Он всего две тренировки провел с нами, без ограничений, скажем так. Поэтому мы не так строго их сегодня будем судить. Мы не сомневаемся в их неквалификации. Реда для первого матча выглядел достаточно, скажем так, уверенно. Ну, вопрос немножко... Тот футбол, который есть в нашем исполнении, под него нужно ребятам еще подстроиться. Я думаю, что они будут прибавлять, потому что они игроки высокоуровня. Следующий вопрос. Дмитрий Анатольевич, подкрытие, пожалуйста, эпизод с пенальти был-не был. И самое главное, что произошло сразу после него? Вы имеете в виду, когда гол мы пропустили? Ну, там, на мой взгляд, мы немножко неправильный путь выбрали. Когда пришел нам гол, нужно было мяч просто выбивать в аут и убирать все риски. Там был рикошет после этого, старались исправить ситуацию коллективную уже, но не смогли, допустили удар в наши ворота, к сожалению, пропустили гол. А пенальти, ну, если судья поставил пенальти, я думаю, он был. Ну, вот, наш игрок хотел видеть мяч, но выбить мяч, но немножко не рассчитал там траекторию, скорость свою. Был большой замах и был контакт с игроком соперника. На мой взгляд, все справедливо. Ну, я могу ошибаться, я еще повтор не видел. Дмитрий Анатольевич, вот в прошлый раз в одном из своих интервью вы сказали, что ничья с Химками, она вас расстроила. А как отреагировали вы в этот раз и как отреагировала команда? Вы же, наверное, никак не заходили? Да, конечно, расстроила. Сейчас нас любая ничья расстраивает с любым соперником, тем более дома при такой поддержке болельщиков, но я не удручен результатом. Вот, понимаете, я видел желание, страсть, видел то, что ребята отдали все силы. В раздевалке все сидят расстроены. Все понимают, что сегодня нужна была победа к кровоизносу, но, опять же, у нас впереди 12 матчей, и в каждом матче такие же требования будут нам предъявляться. Победа в каждом матче, независимо. Дома мы играем, на выезде, «Спартак» или «Зенит», у нас нет другого пути, нам нужно набирать очки. Дома мы играем, на выезде, «Спартак» или «Спартак» или «Спартак»